всем привет с вами юля сегодня 1 мая суббота я вас поздравляю с майскими праздниками и с приближающейся пасхой желаю вам здоровья всего самого самого наилучшего и сегодня я хочу подвести итоги за апрель месяц апрель месяц у меня в рукодельном плане в принципе был достаточно удачный поэтому какие-то итоги есть несмотря на то что сейчас вышиваю я не так много тем не менее хочу с вами поделиться своими какими-то успехами конечно хочу начать с финишей с итогов за этот месяц потом мы перейдем к процессам но уже в следующем виде будет конечно же о планах и так мои итоги за этот месяц ну во первых я собралась силами и выполнила несколько небольших но достаточно кропотливых работ в том числе это и вот вот эта игольница надеюсь вам хорошо видно вот эта игольница заготовка честно я не знаю чьей фирмы это был подарок вот такая вот заготовочка я решила украсить эту игольницу вот черным бархатом и мне хотелось вышить розочки в стиле рукоко в принципе я так и сделала так как в этой технике я вышиваю достаточно редко то мне пришлось потратить какое-то время чтобы вспомнить как выполняются все эти стежки посмотреть какие-то видео и потренироваться подбирать поиграться с цветами в общем я ну практически целый день занималась именно вот этим изделием вот так немножечко приближу покажу вам то что у меня получилось сложно было выполнять вот эти стежки на бархате потому что бар бархат очень плотная основа и не просто протыкается мне приходилось использовать такие очень большие толстые иглы чтобы выкладывать вот эти стежочки я сделала три разные розочки для настроения чтобы все цвета были и украсила французскими узелками мне очень понравилось на бархате крутить французские узелки очень получается объемно интересно в трех цветах я их выполнила белый зеленый и синий вот использовала нитки буквально там какие-то остатки от каких-то процессов собрались и вот все все в дело все в дело вот мне кажется что можно было бы ее побольше набить но другой стороны мне кажется тоже очень как бы гармонично все смотрится может быть и даже больше и не нужно но вот так получилось здесь мне такие три булавочки в общем-то для красоты вот такая милая прекрасная штучка получилось я довольна в общем-то результатом дальше я решила выполнить вот это яйцо вот фирмы реолис я принципе планировала выполнить это изделие в планах на при месяц этот наборчик у меня стоял не оставлю ссылку можете посмотреть вот первый раз я работала в технике бисероплетения покажу вам остатки бисера то что осталось в принципе запах достаточно хороший видите весь бисер остался и в этом наборе нужно было выполнить вот такое вот прекрасное яйцо первый раз я работала в технике бисероплетения было интересно но было и достаточно сложно какие-то элементы плетутся просто какие-то элементы плетутся непросто но в частности я начала все работала по инструкции и нужно по инструкции нужно было начать вышивать вышивать плести вот именно эти цветочки их здесь пять первый блин получился комом я несколько раз распускала никак не могла освоиться со схемой чтобы почитать эту схему как правильно читать эту схему сбивалась и распускала ну потом уже вникла в процесс и достаточно быстро интересно собрались эти цветочки дальше нужно было собирать вот эти вот лепесточки с ними тоже пришлось немножко поиграться но я справилась самое сложное здесь это момент сборки вот со сборка у меня как-то совсем не заладилось потому что схема на вот на первые этапы когда мы выполняем изделие на первых этапах схема очень хорошо прописано а то что касается сборки уже видно у них либо места не хватило либо настроения не хватило все описывать просто они как бы в двух предложениях написали возьмите все детали и соедините все вместе если где-то по необходимости убирайте добавляйте бисеринки и все окей добавьте вот такую вот подвесную штучку и все изделие готово ленточку подвяжите все хорошо но на самом деле вот здесь вот эта стяжка она называется очень сложно собирается особенно для первого раза понять как ее нужно собирать и где нужно уменьшать либо прибавлять количество бисеринок для меня это было очень сложно вот собираются сначала вот эти вот цветочки вместе к ним пристраиваются листочки все это девается на яйцо и потом начинаешь стяжкой собирать это все стягивать чтобы все это плетение сила на яйцо в общем я очень намучилась с этой стяжкой и у меня есть здесь огрехи да ну вроде бы видите все симпатично все хорошо но для опытных кто работает с бисером конечно тут наверное сразу бросается в миллион на огрехов это понятно я тоже вижу я просто никак не могла понять как нужно закреплять нить как нужно стягивать потому что когда начинаешь стягивать одну сторону даже не параллельно происходит со всех сторон стяжка пока стянешь одну дойдешь до другой стороны там уже как бы все немножко перекосилась вот ну в общем процесс интересный но конечно есть такие моменты которые для меня были сложными вот в нижней части я очень много убирала бисеринок потому что по схеме набор бисера вот я делала и у меня получилось ну большое как бы провисание ну такая штучка здесь интересная бантик ну в общем-то и я думаю что до первого раза достаточно неплохо интересно было поработать с такой техники что-то новенькое я для себя узнала попробовала вот немножко у меня это конструкция иногда съезжает если вот яйцо лежит как бы нет плотной фиксации не знаю почему мне так получилось вроде бы я и старалась и стягивала и проходилась еще раз по всем бисеринкам ну вот как-то так получилось что-то я упустила наверное в целом смотрится конечно красиво кстати деревяшку тоже нужно было покрасить либо чаем либо можно было бы красками но я решила чем покрасить и вы знаете красила красила чем когда покрасишь такое красивое яйцо получается натурального цвета но когда высыхает вид на чай впитывается и она опять стала таким светленьким ну сколько смогла покрасила осталось но вот такой не очень сильно прокрашенная в принципе можно было бы его краской пройтись но я решила оставить вот так более природный более натуральный цвет ну как бы все естественно вот такое у меня яйцо сплелось вот то что представлено на картинке то что получилось у меня ну вот вот так мне кажется все все очень похоже все очень логично ну в общем-то было интересно и тут хотела бы показать еще примеры яиц я бы так на них посмотрела тоже красивые ну вот это вроде бы попроще кажется а вот это наверное очень сложно посмотрите какое здесь плетение и основа плетется так вот интересно интересно было получить такой опыт мне очень нравится урюлис яйца тоже у них есть с вышивкой и с бисером тоже вот яйцо отправляется туда и горленица здесь бисер я вам показала здесь лежит инструкция мне рядом я не буду ее открывать показывать что да как и я думаю нет смысла потому что мало кто занимается именно бисером поэтому не обязательно вот и перейдем к еще одному финишу это уже крестиковый финиш так как где у меня схемы минуточку и так крестиковый финиш это набор фирмы панна оберег власть могущество знания свобода размер работы 30 и 5 на 35 сантиметров 147 на 147 крестиков всего три цвета дизайнер наталья младецкая вот такой вот наборчик у меня вышелся я в этом наборе заменила основу использовала линду 27 каунта ну ниточки все как есть по ключу а значит что хочу сказать по поводу данного набора схема очень понятная четкая вышивается дизайн интересно мне нравится вышивать эти дизайны я вышивала берег домашнего очага у меня еще какие-то дизайны есть наборчики есть в моих запасах вот тоже буду их вышивать здесь цветовая гамма синяя голубая серебряная интересно вышивать меланжевыми ниточками но вот в моем случае мне кажется это в моем случае в моем наборе меланж был не очень удачно порезан и очень много было белесых ниток с практически без перехода вот тут остался у меня здесь такой кусочек кстати ниток очень мало осталось вот в обереге домашнего очага ниток побольше осталось а здесь совсем мало я не думаю что это так сильно связано с каунтом да чуть-чуть линда 27 чуть-чуть она побольше чем 14 каунт но тем не менее как бы ниток должно было быть побольше ну вот осталось сколько осталось и вот видите вот это меланж ну вот из перехода цвета вот здесь вот только вот чуть-чуть вот такого голубого конечно не все таки были белесые но много было таких белесых и вот особенно в конце когда я дошивала мне приходилось много выбрасывать я просто вырезала вот такие кусочки вышивала вот вот такими отрезками все остальное выбрасывала потому что нет совсем никакого перехода и совсем-совсем светлый тон металлика тоже осталось мало при том что я уменьшила сложение нити нужно было вышивать в 4 я вышивала в две ниточки и осталось очень мало если бы я вышивала по ключу мне металлика бы точно не хватило вот ну синих ниточек осталось достаточно много тут в принципе без вопросов вот то что касается нити то что касается самого дизайна ну вышивался он очень очень легко и интересно я его вышивала на работе потом забрала домой и уже конечно же дома я его быстренько дошивала кресиков здесь не так-то много бэкстича много он где-то такой немножко нудноватый потому что один и тот же рисунок нужно повторять вот частности бордюр до бэкстич он вышивается и все нужно повторять этот рисунок я старалась чередовать где-то бэкстич вот где-то я просто фон вышивала чтобы было не скучно ну и конечно же старалась играться немножко с оттенками использовать вот где и тут бордюре до крестики вышиваются омир ланжи мы бэкстич им я старалась об возможности делать в контрастную тескобы не контрастно получилось вот здесь получилось контрастно светлые крестики к темной Beiards thing вот здесь свет открыты три темный by choice здесь темной крестики светлый буксич но от как-то так я в общем-то разбавляла направлять этот дизайн чтобы было бен и какие-то переходы они просто вот как здесь у меня получился к белесое пятно нужно Нужно было сменить нитку, вырезать, тоже что-то как-то сделать. И так как я вышиваю снизу вверх, то здесь у меня еще была возможность играться с меланжем, как-то его вырезать, что-то делать. А когда я уже добралась к верхней части работы, и нитки стали заканчиваться, и у меня остались только белесые нитки меланжа, вот здесь особенно это видно. Но когда в целом смотришь картину, не видно. Но вот так вот, если присмотреться, я вам покажу. Вы, конечно же, обратите внимание, что вот здесь у меня такая ставка с светлыми. Это потому, что здесь закончили совсем темный меланж, и мне вот нечего было даже придумать. Я уже дошивала вот этими белесыми хвостиками, как могла. И я даже думала вышить просто синей ниткой, но она очень сильно контрастирует с цветом меланжа, и было бы, ну, мне кажется, было бы, наверное, хуже. Не знаю, хотя. Вот, в принципе, все гармонично, все хорошо, за исключением вот этого вот участка. Ну, не знаю, пока я еще не придумала, что можно с этим сделать. Вот так вот у меня получилось, да. Что здесь еще, какие такие моменты. Ну, в принципе, все мне нравится. Очень нравятся мне эти цветочки. Они получаются красиво. Как-то их не вышивай. Любые переходы, где-то светлее, где-то темнее, очень даже симпатично. Тут есть вот павлинчик, тут зайчик, тут какая-то звезда, ключи везде. Тут крест такой вот. И в центре тоже ключики вышиваются металлизированной ниточкой. Мне кажется, что можно здесь добавить еще одно сложение, вышить, может быть, пройти с еще одной ниткой. С другой стороны, может быть, будет как-то грубовато. Вот. Как-то так. Центральный ключ, он по схеме предлагается нам, его вышить с, вышить бэкстич. В центральном ключике. На обложке показано, что здесь он вышивается металликом. Кстати, вот на обложке видно, что металлик здесь по своей цветовой палитре, он больше к золоту уходит. Хотя, может быть, это такой эффект от фотографии, от какого-то освещения. Ну, вот как-то так, что похоже, здесь больше золотые цвета, а здесь серебро. И ключик на обложке вышивается металликом. Я решила вышить его бисером, чтобы было немножечко как-то поярче, поинтересней. Я нашла бисер из остатков Милхилл, но у меня его очень мало. Сейчас не могу вам показать какой-то бисер, потому что я уже куда-то его припрятала со всеми моими процессами, которых у меня, конечно же, очень много. И бисер, который я подобрала, он мне нравится, но его мало, и я решила пока не вышивать. Бисер я уже, да, заказала. Бисер ко мне едет. Я заказала на 1, 2, 3 стечко с этого сайта. Да вообще все посылки к нам долго идут, и с этого сайта долго идут. Поэтому, скорее всего, еще не скоро я увижу мой бисер. Ну, полежит пусть месяц эта работа, потом тут вышивать нечего. Я очень быстро за один вечер, когда мне захочется разбавить мои крестики, я вернусь к бисеру и быстренько его пришью, и будет красота. В целом, очень-очень я довольна своей вышивкой. Я когда начинала вышивать, сначала думала, что не буду менять основу, так как есть у меня уже берег домашнего очага, он вышит на аэде. Но потом подумала, нет, заменю все-таки на линду, будет более нежно. Здесь только бэкстинча нужно вышивать на линде. И я очень довольна. Мне все-все понравилось. Процесс понравился. Легко, приятно вышивается. Единственное, что здесь, ну, такой сложный, конечно же, местами бэкстич нудноватый. Нужно, особенно вот эти переходы, аккуратненько-аккуратненько следить за схемой. Можно очень запросто запутаться. Вот. В целом, конечно, очень замечательно. Вот такой мой финиш. Кстати, в моих планах на апрель месяц было сделать вот эти три работы. И я с ними справилась. И я этому очень-очень рада, что я выполнила свои планы. Вот. Давайте теперь посмотрим процессы. Так, ну, чтобы... Будем надеяться, что я ничего не пропущу, ни о чем не забуду, потому что процессов как-то много. Вот. Так, обложки. То, что вот у меня здесь рядышком лежит, под рукой буду сразу показывать. Вот такой наборчик я вышиваю. Это Джан Лин. Четыре сезона птиц. Размер. Размер здесь у нас идет... Где размер в инчах. 18 на 10. Мы с девочками переводили, но я уже не помню. Честно вам скажу, какой здесь будет у нас размер. Вот. Здесь вот такие вот у нас будут птички. Четыре сезона. Весна, лето, осень, зима. Птиц я люблю. Такие тоже сезонные разные панельки я очень люблю. Вот. И давайте посмотрим, что у меня здесь потихоньку вырисовывается. Так, что у нас видно. Ну, надеюсь, хорошо видно. Так. Я здесь, во-первых, заменила Аиду 14-го каунта, которая была в наборе. Заменила на Еву 28-го каунта от Обельхорн. Вот такая красивая, нежная, нежная, ну, нежная основа с такими переплетениями, колоритными, скажем так. Вышивать, в принципе, легко на этой основе, но сама структура мне не очень нравится. У меня все время ощущение, что я вышиваю на скатерти. Поэтому как-то вот какой-то есть такой маленький дискомфорт, который, в общем-то, к основе не имеет отношения. Вышивается очень легко, но все равно ощущение, что я вышиваю на скатерти, и у меня присутствует. Вот. И схема в этом наборе очень сложная. Вот так на картиночку посмотришь, кажется, ну, вот отдыхалочка. Все просто, логично и понятно. И вышивки здесь немного. Но на самом деле, на вышивке здесь, схема здесь очень сложная. В чем сложность? Очень много 3 четвертых креста. Часто меняется нитка. Дробный бэкстич. И вот оно все такое миленькое. Такое вот, знаете, все дробненькое. Ну, и как-то сложно, сложно идет. Нужно постоянно менять нитку. Вот эти вот 3 четвертые крестика постоянно. Это, конечно, как-то не позволяет разогнаться. Вот хочется бывает сесть и начать вышивать, штамповать крестики. Много, быстро, вот навышивал, навышивал. Здесь такого не получается. Здесь именно нужно концентрировать свое внимание на выполнение каких-то элементов. И когда я приступила, начало с весны, конечно, меня это очень сильно притормознуло. Я хотела вот так вот быстренько взять и вышить дизайн. Но поняла, что здесь нужно проявить терпение. И бывает за вечер сидишь, вышиваешь, вышивается какой-то маленький-маленький кусочек. И чувствуется разочарование в том, что не получилось вышить много. Наверное, вот этот момент больше он тормозит, потому что хочется видеть результат побольше. Какой-то участок отшитый, да, такой хороший. А здесь вечер посидел, вышел маленький кусочек. И кажется, а где же мой результат за целый вечер? Ну, вот такая работа неоднозначная. Делала несколько подходов. И хорошо, что этот процесс участвует в нашей рулетке. Я его вышиваю вот именно, когда он выпадает в рулетке. Поэтому он вот хоть как-то, но продвигается. Если бы я сама должна была его брать в работу, я, наверное, бы его как-то уже притормаживала. А здесь вроде бы рулетка отдает задание. Нужно взять и вот вышить эти крестики. И как только я преодолела вот именно крестики, потом у меня была очень такая большая пауза. И я решила уделить несколько дней бэкстичу. Вышила бэкстич. Знаете, вот после этого, когда преобразилась картинка, я выдохнула. Все, мне уже все понравилось. Я поняла, что не напрасны были мои вот эти все мучения и ожидания. Все-таки оправдались. Картинка очень получилась нежная, хорошо проработанная. Конечно, с бэкстича мне тоже пришлось поиграться, потому что цвета, которые предлагались для бэкстича, они очень бледные и контраста не было. Картинка терялась. Я здесь проявила уже как бы свою инициативу, заменила цвета бэкстича. Также выполнила немножко французских узелков, чтобы вот эти цветочки не были пустые, такие бедненькие, скажем, они немножечко стали объемные. Ну, в общем, вот так вот у меня получилось. Я уже довольна, очень рада и счастлива этому продвижению. В общем, столько много наговорила о таком маленьком сюжете. Вот, вышилась у меня здесь и вот эта вот птичка. Симпатичная, легко она вышивалась. Но здесь такие цвета. Я когда вышивала, я все время обращала свое внимание опять к обложке. Может быть, я перепутала цвета, но нет. Нет, птица вот синяя, сиреневая. Вот такие вот здесь вот оттенки. И обложка, кстати, здесь очень сильно засвечена. Это видно даже по дырочкам на основе, как светит полукрест. Очень сильно освещение. Либо при фотографии уже обрабатывали в фотошопе и сильно засветили. Вот, на самом деле получается вот так вот ярко. И вот так вот красиво и хорошо. Вот, как вы видите, полностью с весной я уже разобралась. Все, здесь этот сюжет у меня, как говорится, завершен. И я уже перебралась к лету. И после отшива именно весны, с летом у меня настроение уже как бы все пошло получше. Я даже адаптировалась уже к бумажной схеме и стала по ней вышивать. И процесс пошел очень так бодренько, шустренько. И я не помню, сколько дней я уделяла. Хотя у меня и написано в блокноте. Но это не имеет для вас никакого, в общем-то, смысла и значения, сколько дней я потратила на этот участок. Вам же интересно посмотреть, что же тут у меня навышивалось. Но пока вот такие вот яркие пятна. Видите, бэксича нет. И картинка такая непонятная. Еще раз вот здесь вам положу обложку, чтобы вы могли смотреть. Я планирую вышить еще птичку, вот эту сойку. Какие-то веточки. И потом, конечно, сделаю бэксич, чтобы не оставлять его на потом. Вот скворечник. Там тоже все непросто, но по кресикам немного. То есть вот эта область здесь всего лишь этого скворечника. Я думаю, что в мае месяце я смогу уделить, опять же, несколько дней и завершить этот фрагмент. Немножко забегая о планах, сразу уже как бы так вам и говорю, как бы я хотела, чтобы я хотела вышить на этой работе. Больше не планирую, потому что у меня не хватает больше терпения вот именно на такую очень-очень мелкую кропотливую работу. Хотя здесь и попроще, тем не менее, я думаю, мне будет достаточно отшить недостающие крестики, бэкстич плюс рамку. И я буду очень счастлива, если я смогу выполнить в мае месяце вот этот план. Так, идем дальше. Я думаю, что здесь у нас уже окей, все рассказала. Надеюсь, ничего не забыла. Очень сложно, хочу я вам сказать, снимать видео один раз в месяц, потому что забывается все. Как вот не крути, не пиши, забывается, что там было, как там было, особенно когда процессов много. Если процессов было там 2-3, то я думаю, не забывалась бы, когда всего много, я сама удивляюсь, что забывается, начинаю смотреть блокнот и собирать, где там эти процессы, что я вышивала. Так, ну и между тем показываю вам следующий, следующий процесс. Это дизайн фирмы Dimensions, Мать-Земля. У меня здесь сборка, но с оригинальными материалами. Ну, основа Цвайгард, а нитки Dimensions. Я планировала вышивать этот дизайн в апреле месяце, хотя бы бэкстич, но, как вы видите, ничего я здесь не вышила. Я думаю, ну, не смысл вставлять фотографии, потому что я здесь ничего-то не вышивала. Вот, и причем я сняла со станка. Я вижу, что у меня пока не получается вышивать этот дизайн, и чтобы он на станке не стоял, не пылился, все-таки срама очень большая, места занимает много. Этот станок тоже не знаешь, куда поставить. Я решила снять со станка, пока отложить, и вернусь, скорее всего, уже по осени к этому дизайну, когда я вышиваюсь моих цветов, моих птиц. Сейчас у нас идет совместный проект «Райский сад», где принимают участие дизайны с цветами, птицами и бабочками. И вот у меня такое настроение весеннее, летнее, цветочное. Хочется цветов, хочется вот всего прекрасного. Поэтому, хотя здесь тоже есть какие-то цветы, но можно было бы его включить в СП, но это уже был бы дизайн притянутый, скажем так, за уши. Не хочу. Я его пока отложу. Хотя здесь тоже столько птиц и бабочки, цветы. Ну, не знаю, в общем, приняла такое решение уже, как есть. Я его пока отложу и вернусь к этому дизайну в сентябре, скорее всего, чуть-чуть попозже. Вот, пока я хочу продолжать вышивать, играться с моими птичками, моими цветочками. Такое вот у меня настроение. Так, и перейдем к следующим процессам. Следующий, следующий. Это вот такой наборчик. Это у нас вервака. Вервака. Яркие птицы. Размер работы 23 на 29 сантиметров. Вот. Такая красота. Тоже я его вышиваю в СП, в нашем СП райский сад. Вышивается на льне, да, лен, здесь лен, лен пермин, наверное, соответствующий 14 каунту. Вот так. Вот. Ну что, вы видите, какая здесь красота. Это же просто сказка, праздник. Невероятно интересный и очень приятный процесс. Ставлю фотографию, как работа выглядела на начало месяца. И вы видите, что работа очень-очень хорошо подросла. Тоже вышиваю по рулетке в основном этот процесс. Иногда, ну, всегда стараюсь вышивать чуть-чуть побольше, что я вышивала в этом месяце. Во-первых, мне захотелось выполнить все-таки бэкстинч, чтобы картинка уже проявилась, все краски были подчеркнуты и создался объем. Также вышилась птичка. И опять же, вышит здесь тоже бэкстинч. Здесь бэкстинч, цветы я до вышивала. И клетка у меня внизу уже полностью очертилась. Также бэкстинч есть здесь и металлика. И что я еще сделала? Я сначала начала вышивать металликом в одну ниточку, но подумала, подумала и решила все-таки вышивать так, как по ключу, в две ниточки, потому что создается больший объем вот этих металлических украшений на клетке. Как бы так, да? Вот здесь у меня металлик не очень красиво лег. Я думаю, может быть, я перешью, потому что сверху проходилось, и, может быть, как-то не очень аккуратно. Вот здесь, в принципе, все очень-очень хорошо. И мне нравится, как смотрится металлик. Металлик здесь очень хорошего качества. Здесь ниточки ДМС. Все ложится аккуратно, красиво. Очень приятный процесс. Он не простой. Тоже такой дизайн. Как бы кажется, что цветочки здесь и птички, но тоже непростой, потому что есть такие участки, где идет очень сильное смешение цветов. Часто меняется нитка. И процесс замедляется. Такая работа становится очень кропотливая. Я вот, когда вышиваю такие участки, думаю, как девочки вышивают эти многоцветки, где там целая руси поодиночек, постоянно закреплять нитку. Ну, вот для меня это уже, наверное, уже тяжело. Раньше я еще могла посидеть, повышивать такие участки. Сейчас мне хочется чего-то простого, побыстрее взять и наштамповать крестик. Вот как вот здесь в ключе. Особенно где центральная часть с одним цветом. Шьешь, шьешь крестики. Посидел там часик-два, вышел большой участок. Уже как бы глазу приятно видеть. Отвлеклась на телефонный звонок и уже честно забыла, что я вам рассказывала, что рассказала по данному процессу, что не рассказала. Ну, и так, вкратце. Вы видите, на каком этапе находится сейчас работа. Что у нас по картинке. На самом деле осталось вышить, казалось бы, немного. Но участки, которые мне осталось вышить, они непростые. Вот эти вот цветы. Здесь очень много одиночек. Идет большой разброс. И вышивать, на самом деле, очень медленно вот этот цветок. Он еще без бэкстича. И нет какого-то очертания, яркости. Но вышивалось это место очень сложно. Знаете, вот не хватает у меня в последнее время терпения работать с одиночками. Поэтому, наверное, меня спасают большое количество процессов. Я отвлекаюсь на какие-то более легкие. Чередую вот с такими процессами, где нужно концентрировать свое внимание. И все-таки крестик за крестиком выполнять вышивку. Получается, конечно, красиво. Будет еще бэкстич. И все вот эти цветочки здесь, они подчеркнутся. Будет ярко, интересно. Бэкстич на птичке. Вот здесь уже клетку я вышиваю вверху. Вот она у нас, клеточка. Вот здесь. Вот и я думаю, что работа в мае месяце также будет вышиваться. Я не буду ее откладывать, а буду вышивать и вести к завершению. Здесь у меня вот такая красивая птичка-магнитик. Очень мне нравятся магнитики от Марины. Красивый и очень-очень сильный магнит. Хорошо держит и схему, держит и основу. Ну, иголочки я также иногда сюда размещаю, ну, в основном для схемы, конечно. Ну, и для настроения. Посмотрите, как красиво, правда? Шикарно. Вот такой вот процесс. Дальше, дальше, дальше. Сразу убираю обложки, чтобы я их не потеряла. И давайте перейдем к следующему процессу, которому я также уделила немного внимания, но, тем не менее, тем не менее, он у меня выше. Это дизайн от Lavender & Blaze. Ангел мира. Очень красивая девушка. Ангел. Шикарное одеяние. Такая туника. Все расшито золотом. Будет много бисера. Украшений здесь нет. Есть бисер, есть бусины. И, по-моему, я уже все это заказала, все это пришло. Я уже, честно, не помню. Так, знаете, время проходит и забываешь. И вот то, что у меня вышито на сегодня. Эту работу я вышиваю на Murano 32 каунта. Цвет такой стальной. Очень красивый, приятный цвет. Основа плотная. Она немножко плотнее, наверное, я так думаю, чем обычно Murano, потому что здесь есть прокрас. С обратной стороны разводы. Я приняла решение вышивать не на стороне, где есть разводы. Вот так покажу. А на стороне, где идет просто однотонная работа. Вот видите, вот здесь у меня разводы вот такие. А я вышиваю на однотонном фоне. Мне больше нравится этот цвет. Более однородно. Ну и вот мы видим тоже по картинке, тоже более однородно. Здесь однотонная основа. Вот. Что вышилось за этот месяц? Совсем немного и вышилось. Вот здесь я чуть-чуть повышивала. И вот здесь этот участок. Всего пару дней я вышивала эту работу. Но с огромным удовольствием. Мне нравится сочетание цветов, нравятся переходы. Приятно работать с металликом. Мне вот хотелось какую-то работу, какой-то процесс, чтобы много было металлика. Поиграться с ним, чтобы разные были металлики. И вот здесь все, все мои желания и мечты воплотились. Но вот кто думает вышивать эту работу, сразу хочу вас проинформировать и немножко, наверное, предостеречь. вот обрамление накидки. Вот здесь юбка, дальше рукава и нимб вышиваются металликом. Это очень большие участки. На схеме нам предлагаются два варианта. Вышивать либо металликом, либо можно вышивать простыми нитками ДМС. Но мне захотелось металликом. Я как бы сразу, когда покупала по ключу, купила металлик. Единственное, что в ключе не указано, сколько материалов нам нужно. Поэтому я покупала по одной бобинке. Я как бы не догадывалась, что нужно его так много. И покупала по одной бобиночке вот этого металлика Rainbow Gallery. И повышевав вот совсем небольшой участок, и как вы видите, металлик уже заканчивается. Вот эта основная нитка желтая, это идет добавочная. Ей вышиваются вот разграничения между этими кубиками, квадратиками. Вот, бобинка уже заканчивается. Я уже заказала себе три таких бобинок. Несколько? Да, еще три или четыре заказала. Они едут. Пока мне хватит. Есть что вышивать, это не проблема. Но, так как этот металлик очень дорогой, и если кто-то хочет вышивать эту работу, я думаю, что вы спокойно можете купить любой катушечный металлик, и прекрасно им вышивать. Тем самым сэкономите, и в общем-то не будет у вас головной боли, хватит вам или не хватит. У меня есть такой металлик, и если бы я сразу на этот момент обратила внимание, я бы заменила. Но в тот момент мне казалось, я просто схему как бы сильно не изучала. Мне хотелось сразу начать. И я не подозревала, что вот будет так с этим металликом, что так много его будет расходоваться. Ну, что есть, то есть. Так как здесь нет, по крайней мере, трежерсов и каких-то других украшений, ладно, пусть потрачусь я на этот металлик. Вышиваю я, напомню, что в одну ниточку. Там нужно вышивать в две нитки, но я вышиваю в одну, потому что в две это очень грубо. Ну, не грубо, а очень плотно. Не обязательно, на мой взгляд, вышивать в две нитки. Вот эта линия первая, желтенькая, это в две нитки. А дальше здесь в одну. В одну, мне кажется, и блеска больше. Ну, и ложится намного аккуратней. Здесь есть уже пропуски под бисер. Также будет бисер. Ну, бисер будет уже в самом конце, потому что вышиваю на кюснапах и, соответственно, чтобы не было каких-то заломов. Вот. Вот так. Буду продолжать работать. Также буду продолжать работать над этой вышивкой. Не буду ставить каких-то планов. Просто как идет, так идет. С огромным удовольствием вышиваю и буду продвигать данный процесс. Вот такая вот у меня красавица. Так. Есть ли у меня еще процессы? Да, есть еще процессы. И перейдем к другим работам. Так, следующий процесс. Очень любимая работа на сегодня. Это дизайн фирмы Dimensions. Зимние радости. В моем случае это сборка от магазина Клубок желаний. Начала вышивать эту работу уже очень давно. Уже даже не помню, когда был старт. На самом деле, в прошлом году активно продвигала, вышила половину. И вот в этом году эта работа у меня идет в моей ротации. Каждый месяц я ее по чуть-чуть вышиваю. Но в основном беру тогда, когда она выпадает по рулетке. И стараюсь вышивать чуть-чуть больше. Поэтому и процесс продвигается, и вроде бы, как бы, я не устаю от одной работы. Что вышилось за этот месяц. Ставлю фотографию, как работа выглядела на начало месяца. И вы видите прогресс. На самом деле, неплохо. Могло бы быть и лучше, конечно же, но сколько вышилось. Вышивала я вот этот участок. Здесь елки, церквушка, вот еще елки, немножко закатного неба. У меня практически построился дом. Осталось вышить вот здесь немножко фон. И можно выполнять уже бэкстич. Конечно, бэкстича будет много. Это же Dimensions, дом, отделка, все. Дерево подросло. Ну вот и тут немножко фона. Вот такие вот продвижения. Ну вот здесь, по-моему, я тоже что-то вышивала. Уже точно не вспомню. Ну вот такой вот участок. Достаточно хороший участок у меня вышился за апрель месяц. Также планирую и в мае продвигать эту работу. Казалось бы, весна, лето уже приближается. И настроение вышивать цветы, морские сюжеты, вот что-то такое сезонное. Тем не менее, эта работа у меня в моей ротации очень хорошо, комфортно адаптировалась. И я ее вышиваю с надеждой, что к зиме она должна быть готова. На самом деле, да, хочется повышивать и в мае ее продвинуть, и в мае, июне, где-то уже сделать какой-то финиш. Я думаю, это, в общем-то, реально. На самом деле, вышито здесь уже процентов 60, ну, около 60 точно вышито. На вскидку. Я могла бы собраться с силами, уделить ей больше внимания и повышивать, и сделать по-быстрому финиш. Но нет, не хочу. Я хочу вот так вот, такими хорошими участками продвигать, чтобы просто к осени получить прекрасный финиш. Очень мне нравится эта работа. Замечательный дизайн. Я получаю огромное удовольствие от этих лошадок, саней и всех этих людей, которые здесь находятся. Яркий, насыщенный дизайн. Вот, что еще можно сказать? Вышивается очень приятно, комфортно, прекрасные материалы. Мне здесь все-все нравится, схема нравится. Вот, просто не хватает на все время, чтобы вышивать больше. Ну, не знаю, нужно ли больше вышивать, или может быть уже и хватит столько времени для вышивки. Нельзя же прям все время уделять только вышивке. Вот, вышиваю на кюснапах. Нравится мне сейчас вышивать на кюснапах. Работа вот, как она у меня была, натянута, так в принципе лежит в моем шкафчике. Я думаю, что очень скоро я тоже к ней вернусь, к этой работе. Хочется сделать бэкстич. Может быть, повышиваю здесь небо и выполню бэкстич, чтобы уже потом с новыми силами можно было приступить крестиком, к полукрестикам. Вот такая красота. Еще немножко полюбуемся и откладываем этот процесс. Переходим к следующей работе. Следующая работа тоже Dimensions. Тоже из стареньких дизайнов. Это опять же сборка магазина Клубок желаний. Данный набор мне подарили девочки. Большое им спасибо. Давно мечтала об этом дизайне. Сразу не начала. И знаете, потом откладываются процессы. Им очень тяжело встроиться в ротацию. И я прям его себе запланировала на прям месяц сделать старт. И я молодец. Я начала. Размер работы будет 28 на 36 сантиметров. Вышивается на аиде 14 каунта бежевого цвета. Здесь обработаны края. Есть ниточки на органайзере, инструкция, схема. В общем, все-все есть. Ага, вот так. И давайте посмотрим, что у меня вышилось. Вышивала я совсем немного по времени. Начала на этой неделе. Вышивала, ну, сколько там, 4 дня получается, да, всего лишь. Ну, причем я сейчас вышиваю немного, так, по чуть-чуть. Очень расслабленно под фильм какой-нибудь в кровати, на руках. Я раньше всегда любила вышивать, чтобы это было на станке, на раме. А вот сейчас как-то я так вышиваю неспешно. Что у меня вышилось? Начала я с нижней, с центра, вот отсюда. И вышиваю вот это, как оно называется, одеялко. Красивое. получается очень-очень ярко. Схема простая, понятная. Ниточки очень хорошие, шелковистые. И вот, знаете, я вот просто восторгаюсь и удивляюсь. Это простой Dimensions. Не год коллекции, обычная серия. Здесь, в общем-то, нет каких-то сложных таких стежков. В основном все крестиком вышивается, ну, по крайней мере, на данном этапе. И как красиво получается. Вот все такое яркое, такое натуральное. Хочется дотрагиваться, хочется вот как-то ставить и уже любоваться, уже красиво. Я на самом деле очень довольна именно этим процессом. Мне нравится основа вот такого кофейного цвета. На ней ниточки всегда смотрятся более ярко, особенно такие краски, да, здесь посмотрите какие красивые цвета, красный какой сочный, синий такой насыщенный в сочетании с желтым, таким желтым горчичным, голубым, просто просто наслаждение. Действительно, вот этот процесс сейчас мне доставляет столько удовольствия, столько радости, я в полном восторге. если у кого-то лежит этот набор, девочки, обязательно начинайте. Это просто сказка. Ну что, еще чуть-чуть я, наверное, повышиваю, может быть, нет, может быть, скорее всего, здесь я сделаю бэкстич, где уже могу, вот здесь на одеялке, и переставлю пяльца, пойду в какую-нибудь сторону, не знаю, куда пойти, влево пойду, чтобы закрыть левый угол, здесь, видите, неполная зашивка, поэтому легче будет закрыть вот этот угол, а потом уже идти вправо и дальше поднимать работу. Вот здесь уже видны волосы девушки вышиваются, и вот лапа волчонка, вот она. Сначала я, когда начала вышивать лапку, посмотрела, здесь такой какой-то желтый цвет, странно, может быть, ошиблась, но нет, вот лапка, она действительно, вот, немножко такой желтый цвет есть, вот, красивый, красивый будет, красивая вышивка должна получиться, но уже вот по этому фрагменту понятно, что будет очень ярко и классно, я люблю индейскую тему, буду надеяться, что хотя бы раз в год у меня будет получаться, и я смогу вышивать, ну, хотя бы по одной картинке, подвес скорее всего нет, потому что столько процессов интересных, все просятся, чтобы я их повышевала, но вот хотя бы по одной картинке в год, конечно, хочется повышевать, да, такие крестики красивенькие, ровненькие, ой, девочки, вышивайте, обязательно, очень-очень приятный процесс, магнитик тоже от Марины, очень сильный магнит, конечно, он не в тему, как бы, дельфинчик, но по цветовой гамме подходит замечательно, в самом деле, я не знаю, у меня из моих магнитов, вот, на индейскую тему, что-то такого, ничего нет, поэтому, ну, вот так, в любом случае, от процесса я получаю огромное удовольствие, и эстетическое тоже, так, это все по данному процессу, немножко подумаю, посмотрю, есть у меня что-то, есть, еще один, бегу и несу вам еще один процесс, так, продолжаем, плавно переходим к покупкам подарков, в этом месяце у меня случился прекрасный подарок, очень неожиданный от Татьяны Буркица, Татьяна участница во всех наших совместных проектах с нами уже долгое время, и Татьяна решила меня порадовать подарком, причем очень так неожиданно, прислала мне трек-код, и видно было, что посылка уже где-то у нас на почте, вообще у нас с почтой особенная история, особенная проблема всегда с посылками, ну не суть, в общем я побежала и быстренько получила подарочек, была, всегда получать подарки это очень классно, приятно, это сюрприз, что-то неожиданное, и хочу показать, что Татьяна мне подарила, так, во-первых, это набор сделано с любовью, букет с перьями дизайнера Светлана Прокопец, вот такой красивенький, букетик я уже открыла, потому что знаете, я уже примеряю какую-нибудь основу дизайн очень симпатичный, посмотрите, какие здесь яркие нитки, много их цветов, оттенков и очень яркие, очень разнообразные, такой дизайн, конечно, на Иди вышивать немножко скучно, нужно сюда какую-нибудь равномерку и я еще не придумала то ли цветную взять, то ли белую, но обычную равномерку, может быть от Обельхорн взять основу, Линду, не знаю, но у меня такое желание уже что-то подначать, вот, посмотрите, какие красивые вообще цвета, вырви глаз, все возможные, какой здесь оранжевый, кирпичный, красный, фуксия, синий, сиреневый, фиолетовый, такой насыщенный, зеленый, желтый электрик, какое-то невообразимое сочетание цветов, просто, ну, посмотрите, правда, да, вот, очень ярко, очень насыщенно, вот такой вот, ну, скорее всего, как бы он осиний, наверное, букет на самом деле, потому что здесь-то шиповник присутствуют желтые листья, цветы, похожи на маки, но не маки, по сезону, скорее всего, это, даже не знаю, какой цветок, но точно не маки, вот такой интересный букет, размер 25 на 25 сантиметров, кстати, немаленькая работа, вот, схемка, цветосимбольная, яркая, давайте откроем, и смотрим, мне приклеилась вот эта штука, вот, какая схема, я, в принципе, нормально отношусь к таким схемам, нормально читаю бумажки, какой огромный ключ, 54 цвета, представляется, 54, так, читаем, количество нитей, тип стежков, крест, две нити, полукрест, две нити, бэкстич, две нити, бэкстич в одну нити, французские усилки, совсем непростая работа, 54 цвета, можно так сказать, многоцветка, да, да, так, что еще можно здесь прочитать, здесь у нас ПНК, нитки ПНК Кирова, разобранные на органайзере, любопытно, любопытно, очень интересно, вот такие дизайны, главное обыграть хорошей основой, вот, ниточки здесь очень интересные, красивые, оттенков много, я подумаю, как мне его строить в мою ротацию, вот, наверное, не на мае, но посмотрим, я, в общем, буду думать, как его начать, нужно подумать об основе, в общем, это вот один такой наборчик, и Татьяна мне еще один наборчик прислала, это Бася Арт, Кардинал, размер 10 на 15 сантиметров, у них есть серия с птичками, очень симпатичная серия, с птицами, и Татьяна вышивала, две птички вышивала, очень красиво, вот, получилось, в набор у нас, ой, у меня здесь нитки запутанные, у меня здесь нитки запутанные, не подготовилась я с этим процессом, да, вот он у меня, вот так вот, видите, показывать не буду, этот, этот процесс у меня был на работе, вот, и я его специально с работы привезла, чтобы снять видео, но вот не подготовилась, ну простите, вот что, видите, у меня что уже вышито, я не удержалась, мне было очень интересно начать, попробовать нового производителя, также данный процесс я включила в совместный проект, райский сад, ну здесь птица, понятно, здесь все очень хорошо подходит, и посмотрите, как организовался мой процесс, на пяльцах он у меня, на обычные деревянные пяльцы, и вот такой вот чехол, и магнитик, яблочко, все, процесс в красном я называю этот, этот процесс, вышилась уже здесь у меня грудка, у кардинала, вот грудка, и осталось выше тут всего ничего, ну маленький легкий дизайн, ниточки здесь очень качественные, здесь ДМС, но они такие, знаете, шелковистые, очень-очень хорошего качества, такие нитки обычно входят в набор от Custom Crafts, вот нитки ДМС, из всего разнообразия наборов, и просто покупки в матках, я могу отметить, что в наборах Custom Crafts, и также теперь в Бася Art, у них другое качество, вот не знаю, сколько они так, я пробовала, перепробовала, я могу отметить, что в этих наборах ДМС другого качества, вот что хотите говорить, но это такое мое мнение, вот, и основной здесь Swaggart, 16 каунт, вышивается легко, просто, интересно, вот такая вот красота у меня здесь уже получается, вот такие вот у меня подарочки, вот такой еще процессик у меня встроился, без плана, неожиданно, ну и получила такой подарок, конечно же, было интересно начать новый процесс, и также ко мне пришли мои небольшие покупки, давайте уже в заключение, я вам покажу мои приобретения, пришел мой заказ с сайта 123стечко, причем первый раз посылку мне оставили в, ну у нас нет почтовых ящиков, у нас на нашем пятиэтажку, как бы в ходе есть, ну такое, такое место, где нам оставляют просто как тумба, где нам оставляют всю корреспонденцию, и каждый приходит, просто выбирает свои, свои письма, счета, там журналы, кому что, входная дверь на ключе, поэтому кому посторонние, особо просто так не заходят, вот, и мне оставили посылку там, обычно посылки всегда, я иду, получаю на почте, а в этот раз, я обнаружила посылку там, ну даже мне было легче и проще, таким образом, потому что не нужно было стоять в очереди, и ждать, пробиваться на почту, сейчас одни ограничения, все так сложно, вот, посылка небольшая, наверное, поэтому мне ее вот, как бы так и доставили, хочу начать, вот с этого буклета, это кастом крафт, вот такой вот мишка, он мне давно очень нравился, этот мишка, этот мишунечка, хорошенький, такой красивый дизайн, мишка такой, хороший, у кастом крафт, есть и наборы, но есть и буклеты, так как наборы, сильно не накупишься, вы знаете, они очень дорогие, буклет, всегда можно купить, доступная цена, и можно в любой момент скомплектовать, здесь указаны все нитки, дмс, можно скомплектовать, и начать вышивать, поэтому для меня это решение, я люблю кастом крафт, и постепенно хочу подкупать, немножко эти схемки, у меня есть небольшая коллекция, но хочу ее растить, мою коллекцию, схемы классные, у кастом крафт, и получаются шикарные, шикарные вышивки, вот такой вот мишечка ко мне пришел, замечательный, с обратной стороны, здесь вот такие вот дизайны, тоже очень красивые, вот, вообще кастом крафт очень люблю, вот в мою коллекцию, дальше, я вам говорила, что я заказала одну схемку, сэмплера, которая мне очень сильно понравилась, я сэмплеры, не вышивала, я в них мало разбираюсь, но глазами наглядевшись, тоже, знаете, хочется, и я посмотрела, какие есть схемы, увидела вот, вот этот дизайн, называется вот так, картин фэйр, вот, все надписи, английский знаю плохо, поэтому не буду вам тут все читать, чем понравилось, потому что для меня этот дизайн, ну вот, чисто украинский дизайн, ну правда, в красных оттенках, такие, как бы цветочки маки, бордюр, тоже очень украинский, можно так сказать, как яркая красота, вот, под этот дизайн, я даже купила основу, сороковой каунт, но потом, где-то я почитала, а, да, вот здесь, что здесь можно вышивать, и, как бы, и на, вот, аиде, двадцатый каунт, восемнадцатый, шестнадцатый, четырнадцатый, здесь можно вообще, любую основу взять, почему-то на сайте, два, три, сич, там было предложено, сороковой каунт, а, вот здесь, вот написано, что можно, нужно брать сороковой каунт, цвет винтаж, там, желтый винтажный, я купила, эту основу, сейчас вам ее не принесу, потому что, уже все в коробках, вот, и, что еще здесь у нас есть, здесь также представлено, нужно вышивать шелком, вот мы видим два цвета, как бы, черный и красный, правильно, я понимаю, вот, я купила только вот такой, потому что, на сайте, на один, два, три, стич, когда там, вы знаете, выбираешь схему, то сразу предлагаются материалы, к схеме полностью основа, им все любые материалы, там был представлен только вот этот шелк, только два мотка, я взяла двойную, так сказать, норму, взяла четыре, потому что, шелк, он может быть, партия от партии, покраска отличается, и, чтобы не было каких-то неприятностей, я взяла побольше, с запасом, цвет вот такой, вот, от красного к бордовому, вот такой цвет, вот такой вот шелк, конечно, буду еще тут изучать, разбираться, смотреть, но очень хочется мне попробовать, меня этот сэмплер, эти узоры очень привлекли, схема здесь абсолютно простая, из, наверное, петермейкера распечатана, черно-белая, но вот такая крупная, вот, я не знаю, все ли тут вышивается крестиком, либо тут есть гладевые стишки, что-то еще, нужно будет все это читать, изучать, ну, не вижу каких-то, какой-то дополнительной информации, инструкции, я вот так вот не нахожу, все, что есть, все вроде бы вот здесь, с обратной стороны, то есть получается, что у нас все в крестике, ну, в общем, я буду думать, и я хочу попробовать, сороковой каунт, честно, я боюсь, это очень мелко, и не хочется нагружать свои глаза, у меня есть что-то в восемнадцатом, либо шестнадцатом каунте, цвет, необходимой основы, и размер будет побольше, будет поинтереснее, потому что, если на сороковом каунте, это будет двадцать на девять сантиметров, грубо говоря, если на восемнадцатом, двадцать два на десять, но двадцать два на десять, мне больше нравится, если честно, чем двадцать на девять, все-таки даже один сантиметр, такая узенькая панелька будет, вот, как-то так, в общем, в общем, вот такую вот схемку я купила, купила, сама еще не знаю, что мне с ней делать, потому что, опыта нет, знаний нет, но будем пробовать, будем учиться, надо с чего-то начинать, как говорится, сам дизайн мне очень понравился, это главное, это стимул, начать пробовать что-то новое, и купила еще вот такой вот набор, от фирмы Dimensions, давно я на него смотрю, знаете почему, ну, мне нравятся петухи, с одной стороны, а с другой стороны, здесь просто разные стежки, гладь в основном, что тут есть, какие-то французские узелки, там бэкстич, еще какие-то стежочки, лэзи-дэйзи, ну, в общем-то, очень простые стежки, но должно получиться очень ярко, и здесь у нас ниточки есть шерстяные, вот такие крупные, толстые такие нитки, основа здесь у нас какая-то равномерка, и есть нанесенный вот такой вот контур, поэтому контур нужно будет вышивать, так, мулины есть, есть и мулины, вот сейчас присмотрелась, да, есть и мулины, точно, мне очень интересно начать, начать именно вот этот набор, повышевать что-то другое от крестика, как-то я, наверное, стала уставать от крестика, и еще что-то, что-то новенькое, да, хочу разбавить крестик, повышевать вот этого петуха, сколько смотрю вот на картинку, столько и просыпается во мне, вот этого желания повышевать, вот такие простые стежки, да, думаю, нужно будет его включить в планы, может быть, и на май месяц, и недавно я видела оформленную работу этого петуха, не помню, вот какой багет на мастерской, был оформлен в такую большую резную коричневую раму, это так стильно смотрелось, не вот простую раму, а еще сверху был какой-то рез интересный сделан, это так стильно смотрелось, такой классный петух, вообще просто обалденный, ну, можно даже сделать подушку, мне кажется, в подушке будет он вообще очень шикарный, колоритно смотреться, такой красавец, в общем, петух, петух, хочется тебя вышить, да, свеженький наборчик, посмотрите, да, 20-й год, в прошлом году, пользуется спросом петушок, вот так-то, такие вот мои покупки, подарки, итак, показала я вам все мои процессы, показала вам финиши, у меня получилось целых три финиша, как я и планировала, я этому очень-очень рада, также есть у меня и старты в апреле месяце, целых два старта получилось, есть процессы, которые продвигаются, их немного, но тем не менее, они вышиваются, и некоторые из них потихоньку приближаются, даже к финишу, это очень радует, ободряет, когда работа переходит за половину, всегда больше настроения, вышивать и продвигать этот дизайн, на этом у меня все, желаю вам хорошего настроения, до новых встреч, в следующем видео, мы с вами поговорим о планах на май месяц, поэтому приглашаю вас сразу в следующее видео, я думаю, что оно выйдет, наверное, как-то рядышком, постараюсь оставить ссылку, если нет, заходите на канал, вы всегда найдете новые видео, на этом у меня все, до новых встреч, всем пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok